И снова здравствуйте! Вы на канале Девайс. Сегодня на обзоре материнская плата от компании ASUS, модель Prime Z590M+. Надеюсь, что вам понравится это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на канал. В описании оставлю ссылки на эту материнскую плату. Итак, начнем. Материнские платы ASUS серии Prime – это усиленная система питания, возможность организации полноценного охлаждения компонентов и интеллектуальные средства настройки. Сочетая поддержку новейших процессоров Intel Core 10-го и 11-го поколений с оригинальными инженерными решениями, эта модель станет отличным фундаментом для сборки универсального компьютера. Специальный чип оптимизирует энергопотребление компьютера, позволяя достичь существенной экономии электричества. Он поддерживает особый энергосберегающий режим работы, в котором отключается питание от неиспользуемых контроллеров периферийных устройств. Помимо автоматической настройки стабилизатора напряжения Digi+, данная материнская плата предоставляет пользователю возможность делать это вручную, чтобы добиться максимально стабильной работы процессора, особенно в режиме разгона. Платы Asus серии Z590 разработаны специально для процессоров Intel Core 11-го поколения и полностью поддерживают высокоскоростной интерфейс PCI-Express 4.0. Восьмиконтактный разъем ProCool подключает 12-вольтную шину блока питания непосредственно к процессору. Благодаря использованию цельных, а не полых контактов, он способен проводить ток большей силы, чем обычные. Стабилизатор напряжения, выполненный на базе силовых модулей DRMOS по схеме 10 плюс 1, обладает достаточной для новейших процессоров Intel мощностью и эффективностью. Для предотвращения перегрузки потоку и коротких замыканий на материнской плате используются встроенные предохранители. Они защищают все компоненты устройства, начиная с периферийных разъемов и заканчивая слотами памяти. Материнка предлагает три слота M.2, один из которых поддерживает режим PCI-Express 4.0 с пропускной способностью 64 Гбит в секунду. Установленные в них твердотельные накопители обеспечат ускоренную загрузку операционной системы и приложений. С высокопроизводительными компьютерами, как правило, используется большое число периферийных устройств, и данная материнская плата предлагает для них множество портов USB, в том числе стандарта USB 3.2 Gen2 на 2 Type-C. На материнской плате имеется внутренний разъем для подключения сертифицированного компании Intel адаптера Asus Thunderbolt и X4. Интерфейс Thunderbolt 4 обладает пропускной способностью 40 Гбит в секунду в обоих направлениях, позволяет последовательно подключать несколько устройств, поддерживает вывод видеосигнала на мониторы с разрешением 8К и обеспечивает электропитание мощностью до 100 Вт. Эдернет-контроллеры, разработанные специалистами Intel, славятся своей стабильной и эффективной работой при низком уровне загрузки центрального процессора. На данной плате применяется чип Intel i219V. На плате имеется слот M.2 с ключом E, предназначенный для установки беспроводных адаптеров форм-фактора 2230, в том числе модулей Intel CNVI. Беспроводной модуль Wi-Fi Bluetooth покупается отдельно. Задняя панель включает в себя по одному видеовыходу DVI-D, DisplayPort и HDMI, 4 порта USB 2.0, 3 порта USB 3.2, 1 порт USB 3.2 Type-C, 1 LAN-розетку и 3 порта аудиоподсистемы. В системе питания данной материнской платы используются стабилизаторы, защищающие от перепадов напряжения, которые могут возникнуть при использовании блоков питания не самого высокого качества. Разъем проводной сети на материнских платах ASUS оснащается специальной электрозащитой LAN-Guard, которая обеспечивает максимально стабильную передачу сигнала. На силовых элементах, транзисторах и дросселях находятся два массивных радиатора с термопрокладками. В случае перегрева производительность высокоскоростных твердотельных накопителей может падать, поэтому они нуждаются в хорошем охлаждении. Для этого на данной материнской плате имеется радиатор, который крепится удобными невыпадающими винтами. Его можно легко переносить с одного слота М2 на другой. Каждый вентиляторный разъем может быть настроен на регулировку по трём термодатчикам. На каждом разъеме для вентиляторов реализована защита от перегрева и перегрузки потоку. Материнская плата умеет автоматически определять тип регулировки подключенного вентилятора, шим или изменение напряжения питания. К имеющимся на плате разъемам можно подключить светодиодные ленты и другие компоненты с подсветкой Aura, а затем синхронизировать их визуальные эффекты, чтобы придать еще большую индивидуальность и яркость всему компьютеру. Данная плата предлагает два разъема для подключения светодиодных лент и других устройств с адресуемой подсветкой. Особенностью такой подсветки является то, что программное обеспечение может автоматически адаптировать визуальные эффекты в соответствии с конкретным количеством светодиодов. Кроме того, разъемы являются обратно совместимыми с ранее выпущенными устройствами, наделенными подсветкой Aura. Технология SafeSlot Core Plus подразумевает усиленное крепление слота PCI-Express к материнской плате с помощью металлических элементов из нержавеющей стали. Это обеспечивает повышенную прочность и устойчивость к деформации при установке и извлечении массивных плат расширения. Задняя панель изготавливается из нержавеющей стали, покрытой тонким слоем оксида хрома, которая обладает антикоррозийными свойствами. Благодаря этому она может похвастать долгим сроком службы. Приложение Armory Crate представляет собой единый центр управления продуктами Asus. В его интуитивно понятном интерфейсе представлены различные настройки, связанные с аппаратными параметрами. Кроме того, здесь имеются специальные разделы для просмотра новостей от Asus и регистрации купленных устройств. Пользователь получает полный контроль над работой вентиляторов с помощью утилиты FanExpert. В режиме автоматической настройки все параметры работы системы охлаждения настраиваются одним щелчком мыши. Кроме того, утилита FanExpert позволяет отслеживать температуру совместимых видеокарт Asus и использовать ее в качестве базиса для регулировки системных вентиляторов. Отзывов достойных упоминания на эту материнку я не нашел, поэтому если вы уже обладатели этой материнской платы, в комментарии к видео напишите свои ощущения о ней. А в описании, напоминаю, я оставил ссылки на лучшие цены этой платы. Спасибо за просмотр, буду рад, если поставите лайк и подпишитесь на наш канал. До встречи в следующих обзорах, подпишитесь на уведомления, чтобы не пропустить самое интересное. С вами был канал Девайс, скоро увидимся!